Привет и добро пожаловать в эту лекцию. В ней мы знакомимся с оболочкой Linux. Хоть графическая версия может показаться более привлекательной для новичков, она все же весьма ограничена по уровню функциональности. Альтернатива графической версии – текстовый режим. Shell – это интерфейс командной строки. Он позволяет нам более быстро и эффективно взаимодействовать с Linux. Так или иначе, мы все видели эти белые буквы на черном фоне, которые называют CLI, Shell или консоль. Системному администратору в Linux требуется знать, как работать с Shell. Так что же такое сама Shell? Оболочка Linux или Linux Shell – это программа, которая обеспечивает текстовое взаимодействие между пользователем и операционной системой. Это взаимодействие осуществляется путем ввода команд в интерфейс и получения ответа таким же образом. Linux Shell – действительно мощный инструмент, с помощью которого мы можем перемещаться между разными местами в системе. Однако, когда мы входим в оболочку, самый первый каталог, в который мы попадаем – это наш домашний каталог пользователя. В большинстве случаев у пользователя, такого как Max, есть домашний каталог, созданный в размещении Slash Home. Мы упоминали его на прошлой лекции. Slash Home – это каталог, созданный системой, который содержит домашние каталоги почти всех пользователей системы Linux. Имя домашнего каталога пользователя, по умолчанию, идентично имени пользователя. Следовательно, домашний каталог Max, Slash Home, Slash Max. Помни, что домашний каталог уникален для пользователя. Другой пользователь, по имени Алена, будет иметь другой домашний каталог, который, по умолчанию, будет создан в Slash Home, Slash Alena. Но зачем нужен домашний каталог? Домашний каталог позволяет пользователям хранить свои личные данные в виде файлов и каталогов. Каждый пользователь в системе получает свой собственный уникальный домашний каталог с полным доступом к нему, чтобы иметь возможность сохранять, извлекать и удалять данные. Думай об этом, как о выделенном твоему телефону месте хранения в облаке или учетной записи Google диска, в которой ты можешь хранить и скачивать файлы. Другие пользователи не могут получить доступ к твоим файлам и папкам внутри твоего домашнего каталога. Только лишь ты. Еще одна вещь, на которую здесь следует обратить внимание, это представление домашнего каталога. Он представлен в командной строке с символом тильда. Здесь ты видишь приглашение командной строки Command Line Prom. Мы можем настроить его так, чтобы в приглашении отображалось все, что нам требуется. Например, имя хоста, дата или время. В настоящее время он настроен для отображения текущего рабочего каталога. Как видишь, он показывает символ тильды. Это означает, что мы находимся в домашнем каталоге. Чтобы взаимодействовать с системой Linux с помощью Shell, пользователь должен вводить команды. Команда запускается и выполняет операцию для достижения определенной задачи. Например, команда эхо используется для печати строки текста на экране. Если мы используем команду эхо без указания того, что мы хотим напечатать, в результате она напечатает это ничего. То есть ничего не напечатает. Нужно дать ей что-то, что она может вывести. Вот здесь появляется понятие аргумента. Аргумент действует как входные данные для команды. Мы введем одно слово, например, ok, после команды эхо через пробел и нажмем Enter. Слово ok было напечатано в Shell с новой строки. По мере привыкания к работе с Shell ты обнаружишь, что для работы многим командам требуются аргументы. Однако не всем. Есть несколько команд, которые тоже могут работать без аргументов. В качестве примера введем команду с названием whoami. Команда в whoami печатает имя пользователя с действующим идентификатором пользователя. Другими словами, она отображает имя вошедшего в систему пользователя. Эта команда не требует аргумента. Команды также могут иметь параметры опции, изменяющие ее поведение определенным образом. Параметр, также называемый ключом или флагом, обычно представляет собой одну букву, перед которой стоит одно тире или дэш. Например, чтобы напечатать то же слово окей, но беспереходно на новую строку в конце, использую команду echo с флагом dash n. Этих параметров очень много. Есть, которые пишутся с одним тире, есть двумя, и совершенно невозможно запомнить все возможные варианты. Здесь важно уметь использовать на практике опции, встроенные в команду справки, и уметь вызывать страницы справочного руководства при работе с малознакомыми командами. Мы рассмотрим это позже в этом разделе. Команда echo достаточно умная и может не просто выводить данный ей текст, но и подставлять в него объявленные в оболочке переменные, а также переменное окружение. Мы поговорим о переменных подробнее, немного позже в курсе. Сейчас важно знать, что передав ей аргумент term, мы получим в выводе слово term, а передав term, перед которым поставим символ доллара, мы получим значение переменной окружения term. С этими новыми знаниями мы подходим к типам команд. Команды в Linux можно разделить на три типа. Внутренние или встроенные команды, команды определенные как псевдонимы и внешние команды. Мы можем узнать, что это за команда, использовав для проверки команду type и передав в нее аргументом имя команды. Внутренние команды являются частью самой оболочки и идут в комплекте с ней. Всего таких команд около 30. Как видишь, echo команда встроена. Эти встроенные команды такие, как CD, что означает изменение каталога, PWD для вывода текущего рабочего каталога, SET для установки переменных среды, EXPORT для экспорта переменных и другие. Алиасы представляют собой ссылку на команду, переопределенную в оболочке. Думай об этом, как о внутренней переменной оболочке, при вызове которой выполняется указанная в переменной команда. Как видишь, ls указывает на ls-color равно auto. Внешние команды представляют собой двоичные программы или скрипты, которые обычно находятся в отдельных файлах системе. Они либо предустановлены вместе с менеджером пакетов твоего дистрибутива, либо могут быть созданы или установлены самим пользователем. Команда rm – это внешняя команда, и мы можем найти ее исполняемый файл в указанном командой type размещений. Но откуда type это узнало? Даже не так, откуда shell узнает, что именно из указанного каталога userbin нужно запускать бинарный файл rm. За поиск исполняемых файлов shell отвечает специальная переменная path. Если мы выведем ее с помощью команды echo, то увидим в ее значении несколько путей нашей структуры каталогов, разделенных двоеточиями. Это пути, в которых оболочка ищет исполняемый файл, в нашем случае rm. Таким образом, прежде чем его найти, она проверила сначала папку dash root-go-bin, за ней dash usr-local-go-bin и так далее по списку, пока, наконец, не нашла его usr-bin. Последний вопрос лекции касается алиасов. Мы видим, что команда ls через псевдоним как бы ссылается на саму себя. Но как получить информацию не о псевдониме, а о реальной команде, которая за ней стоит. Для этого воспользуемся командой which, которая покажет нам, что ls, команда внешняя и ее исполняемый файл расположен в usr-bin. Что ж, это все в лекции, где мы знакомились с оболочкой. Давай двигаться дальше и разбираться с основными командами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова